Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в День Всех Святых, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 32 по 33, и с 37 по 38, и глава 19, стихи с 27 по 30. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь своим учеником Всяк Ижи исповесь мя пред человеки, исповем Его и аз пред отцем моим Иже на небесех. А Ижи отвержится мя пред человеки, отвергуси Его и аз пред отцем моим Иже на небесех. Ижи любит Отца или Матерь, паче мя не с мя не достоин. И Ижи любит Сына или черь паче мя не с мя не достоин. И Ижи не примет креста Своего и вслед меня глядет не с мя не достоин. Тогда, отвечав Петер, речи ему, «Все мы оставих им вся и вслед тебе и дохам, что оба будет нам?» Иисус же речи им. Аминь, глаголю вам, «Яковы, шедшие по мне в паке бытие, и когда сядет Сын Человеческий на престоле, славы свои я, сядете и вы на двоюнадесяти престолу судящие, обеманадесяти коленома Израилевома. И всяк Ижи оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чадо, или село имени моего ради. Старицу и примет, и живот вечный наследит. Мнози же будут первые, последние, и последние первые». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь своим ученикам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцем моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Кто любит отца или матерь более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же нам будет? И Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Предупредив о предстоящих гонениях, ожидающих его последователей, Спаситель призывает их к исповедничеству. Ефимий Зигабен поясняет, исповеданием побеждает их к свидетельству о себе. Поэтому говорит, если кто засвидетельствует пред людьми о моем божестве, засвидетельствую и я пред отцом своим о вере того, то есть всякого, кто объявит меня Богом, я объявлю верующим. Но кто отвергнет меня, того отвергну и я. Исповедуя Христа, нужно и любить Его больше всех, а волю Его, выраженную в заповедях, ставить выше воли кого бы то ни было из людей. А потому Спаситель добавляет, «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня». И слова эти не звучали для окружающих людей странно или неожиданно. Напротив, они были подтверждением веры, потому как не противоречили заповеди о почитании родителей, но дополняли ее, ставя Бога на первое место в духовной жизни. Далее Господь говорит, «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Жители Галилеи хорошо знали, что такое крест. В их памяти осталось подавление восстания Иуды Галилейского, римским полководцем Варом, приказавшим распять на крестах две тысячи иудеев, а кресты поставить вдоль дорог Галилеи. «Слушающие Христа помнили, как осужденные сами несли свои кресты к месту распятия». Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, «Крестом, по объяснению святых отцов, названы те скорби, которые Богу угодно попустить нам во время нашего земного странствования. Скорби разнообразны. Каждый из людей имеет свои скорби. Скорби наиболее соответствуют страстям каждого. По этой причине каждый имеет свой крест. Этот свой крест повелено каждому из нас принять. То есть признать себя достойным посланной ему скорби, переносить ее благодушно, последуя Христу, заимствуя от него смирение, посредством которого переносится скорбь». Обращаясь к слушающим его, Спаситель сказал о том, что стремление удержать имеющиеся земные блага привязывают интересы, мысли и чувства человека к земному, что не позволяет следовать за вечным. И на что апостол Петр заметил? «Вот, мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Действительно, апостолы были людьми разных профессий и достатка. Кто-то был беден, кто-то, наоборот, богат. Но все они оставили, что имели, и последовали за Христом. В этом выразилось их самоотвержение. На это Господь отвечает, что всякий, оставивший ради него все, к чему привязан душой, получит великую награду. И притом не только в будущей, но уже и в этой земной жизни. Преподобный Иоанн Кассиан замечает, «Сто крат более братьев и родителей приобретет себе тот, кто ради Христова имени перестанет любить только отца, мать или сына и искренне полюбит всех тех, кто служит Христу. Вместо одного брата или отца он приобретет множество отцов и братьев, которые будут связаны с ним еще более горячим и действенным чувством». Действительно, в первые века христианства во время гонений все христиане составляли как бы одну семью, являясь братьями и сестрами во Христе. И дом каждого из них был всегда открыт для всякого провозвестника Слова Божия, становясь как бы его собственным домом взамен оставленного ради Христа и проповеди Евангелия. В строке сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что каждому христианину приходится жертвовать своим покоем, комфортом и желаниями ради исполнения воли Божией в этом мире. Это и есть путь крестоношения. И только следуя этим путем, мы становимся наследниками славы Царства Божия. «Помогай нам в этом, Господь!» Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok